Так, типа, ура, да, ну, как бы позируешь, это круто, это нормально. Машина здесь, это не роскошь, это именно средство передвижения, вот и все. Ребят, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Всех рада очень видеть на моем канале. В общем, я решила записать сегодня видео о такой, знаете, очень интересной теме, мне кажется, о США. Я нахожусь здесь уже какой год? Это мой первый год с половиной, то есть я ушла замуж за американца, и как бы у меня все достаточно, знаете, так сложилось хорошо достаточно. Так вот, я бы хотела рассказать момент, который меня раздражает в США, то есть то, что меня раздражает, когда я нахожусь здесь, и тебе приходится, в принципе, с этим мириться. Но первое, с чего мы начнем, это, наверное, знаете, когда ты находишься в Москве, вот, и ты там лежишь в ресторан, ты делаешь фотографии еды, подружки твои делают фотографии тебя, и ты такая, типа, ура, да, ну, как бы позируешь, это круто, это нормально. Здесь, когда ты приходишь в кафе, там, с мужчиной своим, с мужем, с парнем, это считается плохим тоном вообще на самом деле делать фотографии, или, там, знаете, как-то в Snapchat, там, не знаю, в Instagram какие-то делать селфи, то есть это дурной тон здесь почему-то, и это очень и очень странно для меня считается, да, что, там, Америка, страна, там, свободная, здесь все отлично, то есть ненормально здесь, есть люди на тебя посмотрят, и, ну, скажут, ну, не знаю, что-то здесь не то, зачем ты это делаешь, потому что тут никто так не делает, за исключением, наверное, в, знаете, больших городов каких-то, там это, наверное, и происходит. Вот здесь, в маленьких городках, типа Тампы, вот я как-то этого не вижу, и, в общем, это, считаю, первый такой минус. Другой момент касается медицины. Совершенно немножко другая тема, которая мне настолько иногда не нравится, и меня эта тема очень сильно напрягает, когда не нужно обратиться к врачу, и вот это самые ужасные моменты, потому что ты знаешь, что врачи здесь, они, ну, на мой взгляд, не настолько, знаете, информативны, как это в России, то есть, например, у меня, я иногда хожу там, да, на какие-то годичные планы, когда я проверяю свое женское здоровье, и здесь вот такое ощущение, что нету, знаете, такого качественного оборудования, какое есть в России, и, в общем-то, вроде как Америка такая богатая страна, но за там два-три раза я к разным женским врачам ходила, и, короче говоря, во всех кабинетах нет оснащенности такой, какая есть там даже в моем городе, откуда я, да, это не Москва, то есть, это вот прям жесть. Я считаю, другой момент, то, что здесь люди, они к врачам, вот, вообще боятся их как, я не знаю, как черта, потому что дороговизна, наверное, и люди не хотят просто влазить долги. Вот, допустим, приведу пример. У меня у мужа недавно заболела пятка, и я говорю, ну, сходи к врачу, пускай посмотрим, что там такое. Он говорит, нет, я не приду, ты что, какой врач? Нет, я лучше приму ванну с, как называется, Epsom Salt. Epsom Salt – это такая соль, которая помогает вашим мышцам. Если какая-то боль есть, она просто ее убирает. Я не знаю, в России она есть или нет, но я такую только здесь встретила. Так вот, люди боятся ходить к врачам, потому что это просто супер не по-американски. И, допустим, вспомните, когда в России что-то у вас болит, да, но я не говорю там о мужчинах, мужчины в основном все-таки, они такие, нет, я не пойду к врачу. У нас медицина бесплатная, и даже, это ладно, что бесплатная, бесплатная она может не такая хорошая, как частные клиники, но, знаете, в России ходить в частные клиники – одно удовольствие. Там, допустим, какой-нибудь суперполный комплекс обследования у тебя будет стоить там, ну, 4 тысячи рублей, да. Это, допустим, ФГДС, вот я делала в Москве в прошлом году, мне с седацией это все обошлось, ну, 5 тысяч примерно, где-то так, ну, 5-5 с лишним. Вот здесь минимальная цена на ФГДС стоит 2 тысячи долларов. И как бы, у меня 2 там, 2 500, да, и плюс ко всему нужно очень хорошего врача выбрать. В зависимости от страхования, у вас будет, может быть, вы хорошего врача найдете, может быть, нет. Поэтому говорят, что, да, в таких случаях все-таки едут в Америку жить, зарабатывать деньги, а вот лечиться уже в Россию, потому что здесь все-таки это, я считаю, не на том уровне, и это не так привычно нам, потому что, ну, мы просто привыкли всегда знать, что у нас происходит здоровье. Я имею в виду, мы русские, мы один член семьи, и мы будем делать скорую операцию бесплатно. То есть здесь это было бы космический денег стоило, но в Канале зато, допустим, можно было бы это бесплатно сделать, но тогда нужно ждать достаточно долго. Лекарства здесь, с собой, все, что можно, сколько угодно можно. Я не знаю, что насчет там пограничного контроля, но, как бы, если вы знаете, что вам что-то нужно, допустим, какой-нибудь там ДНО, лекарства, которые вы знаете, вам помогут в какой-то ситуации определенно. Допустим, если у вас желудок болит, да, то будьте любезны, там, взять всевозможные эти препараты для желудка, потому что здесь, если вам повезет, и врач, я еще ни разу не ходила к гастротрологу, тут, слава богу, да, но нужно еще доказать, что вам эти нужны именно лекарства, что вы их принимали, да, у вас же рецепты эти, допустим, просто на русском языке, соответственно, ну, это будет проблематично, и поэтому здесь очень нелегко решили проблему эту, есть такие сервисы, как доктора, докторские сервисы, то есть вы там по скайпу консультируетесь, и вам выдают какие-то лекарства, которые вам нужны. Здесь на них нужны рецепты лекарства, которые, допустим, доктор знает, что они вам нужны, вам дается такая баночка с указанием того, сколько рефилов вы можете взять в год. Допустим, у меня там на одной баночке было написано, я могу взять 5 рефилов, берите лекарства, которые вы знаете, что вам будут нужны. Другой момент касается еды. Еда здесь, ну, хорошая, то есть я не могу сказать, что это плохо, знаете, иметь на какую-нибудь клубнику, чернику, что-то такое круглый год. В принципе, тут все поставляется из других стран, таких как Мексика, Чили, вот, это все, что вы в основном видите в магазинах. Допустим, мандарины тут есть как флоридские именно, то есть вращены здесь, это как будто, они местные, как правило, дешевле. И мясо, ну, конечно же, американское. Другие страны тут мясо не возят в принципе, потому что это такая политика США. В общем, мы жили когда в Даунтауне, опять же, еды было очень много, то есть ты там проголодался, и, допустим, ты знаешь, что ты не хочешь готовить, кушать, и ты можешь спуститься вниз, взять либо сэндвич, достаточно вкусный, кстати говоря, либо там какой-нибудь болл с, знаете, там с тюной, с тунцом. Очень вкусно было, прикольно. Пицца, что угодно, кофе было прям внизу нашего апартамента. Мы сейчас переехали в такой более чуть отдаленный район, да, здесь все новее, прикольнее, и оплата дешевле, и сам район, в принципе, гораздо более уютный, но в плане еды я должна готовить постоянно себе, либо если там с мужем мы куда-то едем, можем перекусить, что-то взять, а так пока еще все строится, и поэтому еды тут, как бы, ресторанчиков по близости именно нет. Но я не считаю, что это большой минус, наверное, это я немножко, знаете, уже так загоняю, но все равно, когда, допустим, ты живешь в Москве или там где-то в Азии, в Сингапуре, да, конечно, еда настолько доступна, вышел с дома, там, отличная еда просто, которая дешевая и, самое главное, вкусная, и она полезная, то есть какой-нибудь там чикен райс, куриный рис, да, это просто супер популярное и самое базовое блюдо, которое сингапурцы едят. 4 доллара, 5 долларов здесь, чтобы купить какую-нибудь здоровую еду, там, налять, знаете, какой-нибудь салат с какими-то здоровыми компонентами, ну, вы платите 10-15 долларов, это нормально, смузи, там, 6 долларов, 7. Здоровый образ жизни, конечно, требует гораздо больших затрат, это факт, но я думаю, что это того стоит все равно, потому что, знаете, я такой момент, еще я подступлю со всей этой темы, когда я прожила здесь вот год, где-то так, я начала замечать, что мой желудок стал как-то реагировать не очень хорошо на это все, то есть, понятное дело, там, ты начинаешь здесь пробовать кока-колу какую-то, и это, конечно же, очень плохо для вашего желудка, и мне кажется, что если у вас какие-то желудочные проблемы, вы должны знать, что США – это не место, где вы можете расслабиться и пустить слабину, кто может дать о себе знать, поэтому, определенно, если, допустим, где-то едет, зря ты на заправку, гораздо проще найти какие-нибудь бургеры, вы знаете, какое-то все такое, ну, то есть, быстрая еда, ну, тут, как правило, такая, и, конечно, мы тоже это делали иногда, здоровье в США, люди просто молятся, чтобы они не заболели, потому что здесь это очень и очень невыгодно, да, лечить себя. Другой момент, который меня тоже очень иногда раздражает, скажем так, потому что здесь нет людей на улицах, то есть, я много смотрела блогеров, и все говорят, да, об одном и том же, что людей на улицах почти нет, потому что все в машинах, все на машине, вот это едут на работу, у ребенка в садик и так далее, и тому подобное, и все блогеры также, если вы заметили, у них всегда трансляция, они записывают видео в машине тоже, поэтому, вот я, допустим, сейчас мы переехали в другой апартамент, он уже не в даунтауне, и здесь, ну, людей прям конкретно очень мало, то есть, когда живем в даунтауне, всегда какой-то поток людей, там, особенно по будням, по пятницам, да, то есть, там, гуляют, а здесь вот прям я чувствую даже какую-то тоску, потому что даже иногда, наверное, не хочется выходить на улицу, как я это делала, допустим, в Москве, ты просто выходишь, люди гуляют, ты идешь, что-то там делаешь, думаешь, это нормально, здесь я уже многим это говорила, и многие со мной согласились, даже американцы, что без машины ты какой-то дурачок, грубо говоря, но я не знаю, это правда, это правда, это ужасно, потому что я когда еще приехала, я шла по дороге одна в магазин, ну, может, ну, там, 10-15, я чувствовала себя некомфортно, потому что все на машинах, а ты такая одна идешь, и в основном, конечно, те, кто ходит пешком, именно там, знаете, где большие, как бы, не то что трассы, но дороги, да, городские, это какие-то, ну, люди непонятные, скажем так, ну, вы понимаете. И за счет этого ты чувствуешь, что какой-то апокалипсис может быть, машины здесь, это не роскошь, это именно средство передвижения, вот и все. Слышала в каком-то блоге, мне кажется, как будто я смотрела, кто-то говорит, что здесь как будто как СССР какой-то, все одинаковое, да, капитализм, да, и я согласна с этим, потому что, вот, мы сейчас живем в этом комплексе, я вам покажу видео, как примерно все это выглядит, и вы знаете, вот, все, каждая квартира одинаковая, все одинаковое, планировка, какие-то дизайн, может быть, выключатель, все одинаковое в России, у нас все-таки, даже если это жилые дома, да, у всех разный дизайн, все по-другому, это, я считаю, прикольно, но это, знаете, такой прям супер какой-то минус, это просто мои наблюдения, вот, наверное, у меня пока на сегодня все, я надеюсь, что вам мои советы как-то помогли немножко понять вообще, какова жизнь здесь, это не только все, знаете, такая мишура, так, ребят, у нас уже очень потемнело, и я забыла рассказать еще одну важную деталь, которую я, наверное, вот из всех других деталей, которые я сказала до этого, почерпну как одно из самых главных, вы знаете, это очень может покажется странным или смешным, но мне кажется, что так как в России медицина эстетическая гораздо более доступна, чем здесь, в США, люди в России, ну, допустим, девушки, там, знаете, 40, даже 20 плюс уже начинают что-то там экспериментировать, вот, соответственно, там, у нас в России гораздо больше возможностей быть красивой дольше, я говорю именно о всяких, знаете, таких средствах омоложения, там, у кольчика красоты, вот, здесь, ну, чтобы вы понимали, чтобы сделать какую-нибудь хорошую, допустим, пластику, я говорю о пиалуроновой кислоте, да, что делает губы гораздо больше в объеме, в общем, здесь самая дешевая инъекция будет стоить вам в районе 700, не знаю, 1000 долларов, и технологии, они не так развиты, как в России, я говорю о, знаете, новых формах, новых течениях, потому что я в инстаграме подписана на много каких-то косметологов, и я понимаю, что есть развитие, идет развитие, люди, косметологи, они ходят на всевозможные повышения квалификации курса, да, появляются новые формы губ, например, появляются нити Аптос, появляются, просто хочет выйти, потому что там рыбу муж готовит, появляется много новых технологий, которые реально, может, пробовать их, и это недорого, то есть, допустим, ну, сколько стоит у нас инъекция одна, там, губ, там, 12 тысяч, 15, 20, да, нити, там, не знаю, тысяч 10 на глаза, да, чтобы сделать лисие глазки, и дай бог, что, там, знаете, эффект не будет таким долгим, как вы это хотите, но зато это доступно, это доступно, вы можете пробовать, вы можете попробовать это и сказать, что да, да, нет, нет, нравится мне или не нравится мне, понимаете, какие-то там разные пилинги, которые, ну, там, ну, 5 тысяч максимум, наверное, да, за полный пилинг лица, который, где у вас новая кожа, по-моему, он Сао-2, как мне кажется, я уже только делала, кстати, в России, и, в общем, все это очень доступно, и это круто, здесь же, чтобы быть красивой, и, вот, знаете, следить за собой, как это вы делаете в России, девушки делают в России, кстати говоря, всевозможные вакуумные массажеры, тренажеры, массажеры, наверное, на которые девушки ходят, чтобы их пятая точка была такая более, знаете, красивая, я не знаю, как это работает, но я видела очень многие инстаграм-девушки, они ходят и пользуются этим, вот, здесь, как мне кажется, чтобы, вот, использовать все эти процедуры, новиночки, даже не новиночки, а стариночки, скорее, потому что, вот, опять же, я вернусь к теме вот этой вот нити разговора, то, что здесь нету многих филеров, допустим, если в России у нас используется Сурджедем, Ювидерм, разные здесь, просто это Ювидерм, и все, который, как правило, я, ну, многих знакомых у моих, кто ставил их, он долго не держится, потому что, ну, он просто такой, не такой вязкий. Короче говоря, здесь, чтобы всем этим пользоваться, вы должны быть богатыми, то есть не так часто можно увидеть, прям, знаете, супер красивую девушку, какой, что вы увидите в Москве, вот здесь нужны на это огромные деньги, огромный бюджет, а кот с ума сходит, потому что здесь это дороже, гораздо дороже, соответственно, женщины и девушки, они немножко, наверное, от этого отходят и не хотят тратить свои деньги, да, на вот такую ерунду, как мне кажется, еще, что касается практики, как это делают косметологи здесь, я посмотрела, у меня там была одна знакомая, она открыла свой салон, где она делает брови людям, и вы знаете, я посмотрела на ее картинки, блин, я просто такая, что, такие брови какие-то супер тонкие, и вот, понимаете, вот прям нету вот в этом какого-то, какой-то красоты, какой-то эстетики, я такая смотрю на эту, ну, господи, вот это называется иметь свой салон и делать людям брови, когда это все выглядит вообще не очень, ну, то есть не очень, я просто была в шоке, когда поняла, какой здесь, наверное, не знаю, как уровень, хотя, если вы полете в какой-нибудь русский салон красоты, конечно, там это все будет, не знаете, более профессионально, круто, в Майами таких очень много салонов, в Тампе их, ну, да, парочка есть тоже штук, это был мой, такой, знаете, последний, наверное, момент, который мне хотелось поговорить с вами здесь, посмотрите, какая у меня сегодня здесь футболка, Нью-Йорк, потому что я очень люблю Нью-Йорк, и я вот купила эту футболку как сувенир, хорошо там, где нас нет, мне кажется, вот, так я сегодня закончу мое видео, спасибо большое за просмотр, пишите комментарии, что вы думаете об этом всем, и я надеюсь, что увидимся с вами очень скоро, пока!